Добрый вечер! Когда он родился, мне сказали, он как овощ. Ну что будем делать? Отказываетесь от него или нет? Поехали! Всем привет, мои хорошие! Я хочу сегодня рассказать эту историю. Это очень тяжелые роды. И не в том плане, как тяжелые. Спасибо Богу, что мы живы остались. Но еще и решение вердит врача, что у вас ребенок родился инвалидом. Хотели на меня скинуть, якобы я это родила инвалида. Хотя это по вине врачей. Да, я хочу сегодня рассказать об этом. Почему именно сегодня? Потому что завтра моему сыну уже будет 23 года. И спасибо Господу, что я его не бросила, не оставила, верила в себя. Я как мать, конечно, мне было очень тяжело. Одна в чужой стране без паспорта, без прописки. Но все-таки я в душе верила и знала, что... Не знаю, что я его на ноги поставлю, и он у меня не будет, ни овощ, ничего. Не знаю почему. Поэтому перед тем, как бросать ваших детей, подумайте сто раз потом, чтобы локти не кусать. Конечно, эта история, эта чу длинная будет. Сделайте себе кофе или полбокала вина, или себе готовьте ужин, или гладьте. Не обязательно на меня смотреть, а просто слушайте внимательно. И по ней, конечно, напишите в комментариях. Обязательно мне будет очень интересно ваше мнение в комментариях. Да, потому что я долго не рассказывала эту историю. Я знаю, что мой сын обязательно первым посмотрит этот ролик. Поехали. Вот как раз помню, ровно 23 года назад, помню, как сегодня, 25 июня. Девяносто девятый год. Значит, была у кумы, меня, в общем, покормили, все, и провели в общежитии. Я постараюсь коротко рассказать. В общем, провели общежитие, и в это время моя кума... Ну, когда уже рожать, я говорю, да хоть и сегодня. Ну, конечно, пришла домой, легла. Мой муж, как всегда, был после работы под шофе, лежал, спал. Мы тогда жили в студентском, в общежитии. Да, ну, хотя бы его мама этого добилась. Хоть было там, где жить, и меньше платили. И, в общем, я чувствовала где-то в 11, где-то с половиной, в 12, вот так. И у меня начал живот болеть. Вот именно в таком плане болеть, как будто я наелась там алчи или чего-то, да. И у меня что-то, какая-то проблема с животом. Я откуда знаю, что у меня может быть там какие-то схватки или еще что-то, да. В общем, я встала, думаю, да, что-то я часто встаю в туалет. Не знаю. В общем, потом я смотрю, боли все сильнее, сильнее. Пошла к соседке в комнату Ире. Говорю, Ирчик, мне что-то плохо, говорю, что-то он не встает. Он говорит, чтобы я его оставила, что он устал, он после работы. Что завтра ему тоже на работу. Ирка говорит, что случилось? Я говорю, у меня живот болит, и может, у тебя схватки? Говорю, не знаю, может, я наелась чего-то, и мне поэтому плохо. В общем, она говорит, пошли, я сейчас его, в общем, разбужу. Когда зашли к нам, она начала его будить, а он не хотел вставать. И в это время у меня лопается, как оно называется, родовая этот пакет, да, или как. И вся вода выходит, вот именно резко. И в это время у меня начинается паника, я испугалась. И Ира начинает на него орать. Он встает, вызывает скорую. Пока скорая приехала, уже было час с чем-то. В общем, когда скорая приехала, у меня уже все воды отошли. Уже не было ничего. В общем, скорая приехала, забрала в тропинку меня. Это в Херсоне. В общем, забрали меня пока все это, сделали все, что надо. Приняли в больницу, посмотрели, сказали, что... В общем, там один палец всего лишь открылся, подождем до утра. Ну вот и кинули меня, ничего не сделали. В общем, до утра я ждала. Другие посмотрели утром. Ой, два пальца, будем ждать. В общем, потом другие посмотрели. Четыре пальца, будем ждать. Ну, чуть-чуть схватки начали как бы более сильнее стать. Но не так сильно можно было терпеть. Да, а я смотрю заведующий. Потом мне сказали, что это заведующий. Когда твой муж придет, когда твой муж придет, когда твой муж придет. Я не понимала, почему он все моего мужа хочет. Да, и слава Богу, как всегда, я вам честно говорю, меня Бог всегда, где бы я ни была, отправляет хороших людей. Дай Бог ей здоровья, этой акушерки. Если у нее есть внуки. Она тогда была чуть-чуть, наверное, если мне было 24, ей, наверное, было лет 40. Так, дай Бог, чтобы у нее сейчас внуки, правнуки, чтобы она была здоровая. В общем, я благодарна ей. И она, вот она мне, честно, очень помогла. И заведующий ходит, еще нет, еще нет. Я ему говорю, делайте что-нибудь, я сама не смогу родить. Я не смогу родить, у меня воды отошли. Так, уже 2 часа, говорю. Считайте мне, воды отошли, ну, пускай будем говорить в час. Хотя чуть-чуть раньше. Полностью отошли. Я говорю, я не смогу родить. Когда твой муж придет? В это время, когда мой муж звонит, я ему говорю, слышишь, тут про тебя спрашивают. А он мне соврал, сказал, что якобы он приходил, а его, типа, не приняли. А заведующий мне сказал, что он не приходил, что никто не приходил. В общем, я его психанула, пару ласковых сказала. И зашла в палату. И лежу, и мне они какими-то аппаратами там укутали. И сердцебиение ребенка начало падать. Да, я почему это? Потому что мне все время эта акушерка говорила. И когда все медики ушли, она подходит ко мне, говорит, дочечка, девочка моя, неужели у тебя никого нету? Так надо будет вас вот так держать, чтобы у вас голова не кружилась. Неужели, говорит, у тебя никого нету? Неужели ты здесь одна? Я говорю, что случилось? Она говорит, я тебя прошу. Ты понимаешь, твой ребенок внутри погибает. У него сердцебиение останавливается. Я говорю, и почему он не принимает роды? Говорит, ты сама не сможешь родить, тебе надо Кесарева. Говорит, они тебя хотят вызывать роды, чтобы ты сама типа родила. Ты сама не сможешь, у тебя нету подвигов, у тебя нету ничего. У тебя нету никого, чтобы за тебя заступился. Я говорю, есть. Она говорит, так иди, сделай что-нибудь. Будь жалко, говорит, тебя. Пошла я, где вот девочки сидят, медсестры, позвонила, где я раньше работала, в кардиологии. В общем, с Танечкой поговорила. А я раньше так хорошо работала, что меня все любили. Я смотрела отца главврача кардиологии вот наши. Мы в хороших отношениях были. И она его попросила. И вы представляете, уже было где-то в 5 вечера, у меня же ребенок внутри погибал. Оказывается, когда я Тане сказала, Таня говорит, сейчас все будет, Алина. В общем, главврач позвонил и сказал, что если с этой девочкой, если с ребенком что-то случится, ну, будьте отвечать. И я помню, что где-то было около 5. Кстати, я легла, и тут 10 врачей. Я просто испугалась, когда они все зашли в палату. Да. Я просто испугалась. Думаю, что они зашли? А мне заведующий говорит, почему ты не сказала, что у тебя есть знакомые такие? Я говорю, я что должна была вам сказать, что у меня есть такие знакомые, чтобы вы на меня обращали внимание. В общем, они меня ведут быстро операционную, чтобы сделать Кестрева. И тут у меня начинаются потуги, девочки. Когда начинаются потуги, уже все, они мне маску, наркоз и режут, как хотят, снизу. Я уже не хочу говорить, как, но я 4 месяца не могла сидеть. Но вы уже сами поняли. И щипцами достают ребенка. И когда щипцами достают ребенка, быстро, потому что он внутри погибал, задевают спиной мозг. И, конечно, задевают желудочный. Не знаю, как называется, не буду врать. Я вам так скажу, что он, что желудок не знает, какую функцию сделать. В общем, мои хорошие, я просыпаюсь 10 вечера после наркоза. Не знаю, где я, где ребенок вообще. Ничего мне, ничего не говорят. На следующий день приходит акушерка и мне говорит. Ты помнишь, кто тебе роды принимал? Это заведующий был. Если что, если на суды или еще что-то, это заведующий тебе принимал роды. У тебя ребенок в тяжелом состоянии. Он родился как овощ. Я не знаю, ты должна думать хорошо, что с ним делать. Боже, девочки, мне так страшно было. И тут меня психолог приходит ко мне, потому что я не могла ходить. В общем, когда психолог пришел, и она говорит. Ну вот, мамочка, подумай, что будешь делать. У тебя ребенок родился овощей. Ты сама виновата. Он не сможет не ходить. Вот считай как овощ. Все. Ты не сможешь ничего делать с этим ребенком. А я такой вопрос задала, испуганная. Говорю, а если, не дай бог, я откажусь, что вы будете с ним делать? А, будем. И вот так она мне сказала, я помню, ну, будем делать пройбы на него, какое-нибудь лекарство новое, будем на него пробы делать. Я говорю, а вдруг он не будет как овощей, а вдруг можно будет его вылечить? Ну, этого мы не знаем. Я говорю, нет, я не отказываюсь. И пошла в палату. Пошла в палату. После этого заведующий вообще ко мне не заходил. Вообще не заходил. И я им говорила, говорю, это не я виновата. Это заведующий виноват за то, что он щипцами быстро вытянул. А ребенок, говорю, еще и внутри. Он травму получил, потому что он без воздуха был столько-то часов. В общем, девочки, уже четвертый день мы лежим в инкубаторе. Еле меня повезли, чтобы я на него посмотрела. Пошла, посмотрела. Такой худой шкура кости. Но когда меня увидел, начал плакать. Я еле стояла на ногах, на него посмотрела. Пришла, легла, не знаю, что делать. Слезы катятся. И думаю, господи, это не может быть, чтобы я родила ребенка овощей. Не может быть, за что мне такое наказание. Что я сделала не так. И акушерка эта, дай бог ей здоровья, приходит, говорит, я тебя прошу, умоляю тебя. У тебя ребенок здесь в тропинке, в Ингупатре, просто не выживет. А каждый день приезжают с областной детской больницы, смотрят и уходят. Не забирают. А твой ребенок нуждается. Еще два дня, все, его не спасти. Я выхожу, уже все, девочки, злая такая, говорю, где заведующий. Иду к нему, где он сидит, говорю, если с моим ребенком что-нибудь случится, поверь, пойдешь туда, после тебя я пойду туда. Это раз. Второе, где скорая помощь, которая приехала, посмотрела ребенка и ушла. Быстро назад эту скорую помощь. А то, говорю, сейчас знаете, что будет. Истерику закатила. Скорую помощь назад, назад сдали. Типа, все хорошо с твоим ребенком. Там места нету. Я говорю, мне все равно, что хотите делать, моему ребенку нужен. Но она, конечно, мне говорила, только, пожалуйста, не говори, что это я тебе говорю об этом. Мне просто тебя жалко. В общем, девочки, вы представляете, меня забирает скорая помощь. Я одна, извините меня, старая, в общем, там, извините, почему я так сказала. Видит, что ребенок в тяжелом состоянии. Она берет, ему говорит, пожалуйста, сможешь меня на Ленинском бросить? Мне ребенку надо срочно в больницу. А она в скорой помощи говорит, а ты сможешь меня, сестра-хозяйка какая-то, на Ленинском меня бросить? Я говорю, женщина, вы что издеваетесь? Мой ребенок в тяжелом состоянии. Нет, с твоим ребенком все хорошо. Я говорю, женщина, у меня с ребенком не все хорошо. Это ВМ, как кажется. Мне срочно надо в областную больницу. Вы что, издеваетесь? А этот шофер говорит, мне надо своих оставить на Ленинском. Вы представляете, вот это меня везут с тропинки на Ленинский. Оттуда мы едем потом на украинскую больницу, ой, украинскую, извините, областная, детская областная больница. Девочки, когда доезжаем, мой ребенок синий. Полностью синий. Я выхожу со скорой помощи, ору, захожу и начинаю кричать. И тут выходит заведующая и говорит, что вы мне привезли. Он не живой. И начинает его как-нибудь, вот это, где желудок, да, вот так, дать вот так пальцем, как бы, по желудочку, посмотреть, дышит. И когда он задышал, говорит, быстро его реанимацию. И я вот, честно, я помню, в этот день мне так плохо стало. Его быстро в реанимацию. И мне говорят, мамаша, я не поняла, а ты домой. Мы тебе будем говорить, что с ним, как с ним. В общем, он где-то пять дней в реанимации был. Мне сказали, это самая хорошая врачиха, самая хорошая заведующая. В общем, мои хорошие. Потом она пришла и мне говорит, вот представляете, вердикт, да, говорит. У тебя в семье было, что ребенок умер? И я вспомнила сразу своего брата, господи. Я такая, да. Она мне говорит, смотри, они уже знали, что я на суд хочу подать. И я знала, что я права, и что это по вине врачей. Я говорю, я знаю, что это все врач виноват, что моего ребенка вот так делают. Я подыму всех. И главврач туда звонил и сказал, что этого ребенка надо сделать так, чтобы на ноги поставить. Что это наш человек и тот. И она мне говорит, вот смотри, твой ребенок как овощ. Вы будете здесь долго лежать, пока он не наберет 300. И плюс будем лечить. Буду делать все. Посмотрим, что будет. Ну, когда я там лежала, там еще одна мамаша была уже два месяца. Я бы хотела познать, как у нее сын. У нее то же самое было, но еще было, что ее ребенка задели сосательные, глотательные. Не знаю, что ребенок еще не мог сосать и глотать. Нас еще выписали, они еще лежали. И я помню в этот день, когда мы еще зонтом кормили, понимаете, моего ребенка. Мы четыре месяца лежали в областной больнице. Да, так что мы с роддома прямо в областную больницу. В общем, мои хорошие, я там лежала и все. Она мне говорит, ты должна доверить мне твоего ребенка. Я должна делать все, что я всех детей здесь поднимала. Ты должна довериться мне. И она очень строгая была. И говорит, я должна все делать. Я должна поднимать твоего ребенка. Дай бог, будем молиться, все будет хорошо. Девочки, я доверила моего ребенка ей. Она и пункцию брала с позвоночника. Она все сделала ему. Да, и помню, она пришла на обход. Взяла его вот так на обходе. И мой сын встал на ноги. Ну, уперся на ноги, да. И когда он встал, она как начала, он будет ходить, он будет ходить. А сейчас надо еще знать, он будет реагировать или нет. Когда он набрал уже 3300, нас выписали. Теперь надо было за ним смотреть, он будет ходить. Ой, он будет реагировать или нет. Но мы еще на учете стояли. И я помню, ему было 5 месяцев. Я в каждом месте ему покупала игрушки. И вы представляете, я ему показываю так игрушку и вожу вправо-влево. И он глазками туда-сюда, я как заору, говорю. Конечно, реагирует мой ребенок, реагирует. И когда он уже начал ходить год и два месяца, а потом, когда начал разговаривать, ой, господи, спасибо большое, спасибо той женщине, спасибо всем хорошим людям, кто мне вот именно дал шанс, не сломал меня. А были люди, которые мне говорили, бросай 10 дней, поплачешь, чем всю жизнь будешь мучиться. А видите, я вот такая была маленькая, весила 49 килограмм, никого не было, такая несчастная была. А сама как-то поверила всему этому и благодарна Господу. Так что нам завтра уже 23 года. Спасибо всем и всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok